Друзья, приветствую! Получил посылку из Оренбурга, но немножко сразу не понял. Посылка оказалась отправленной из Оренбурга, но сами образцы зритель привез из Казахстана. Автомобили эксплуатируются в Казахстане. Значит, смотрите, это у нас Total Quartz 9000 Futura NFC 530 с допуском A5B5 из двух автомобилей Nissan X-Trail и Nissan Juke. Вот описание от зрителя. Вот видите, слева X-Trail, справа колоночка про Juke. Ну и, в общем-то, вся информация. Естественно, потом я ее приведу. А сейчас можно приступать к созданию эталона и проверке отработки. Так, первым делом, естественно, я обновлю спектр на болванки. Посмотрим, что намеряет прибор. По необходимости подкорректирую данные, которые сместились. Ну и можно будет уже приступить непосредственно к самому важному, к проверке и отработке. Так, закладываю пару капель и давайте посмотрим. Вот часть допусков вы видите сверху. Основные все допуски я размещаю в описании и полное описание. Вот такая спектрограмма масла. Значит, есть какой-то небольшой бугорок там, но незначительный. Это примерно 0,08. Ну, я так оцениваю это в полтора процента эстеры. Причем не поле, а такие. Далее, выбираю это масло. Посмотреть значение, подкорректировать по необходимости. Так, пункты, по которым будет анализироваться, лимиты и вот, что намерил прибор. Уровень противоизносных присадок 98 процентов. Это относительно болванки, сделанный из масла Кастрол 0,30. То есть, очень похоже. В общем-то, это тут погрешность, предел погрешности. Гликоль. Выставляю данные намеренный уровень как 0. И самое главное, обратите внимание, что намерил прибор. Щелочной ТБН 10 и кислотная 1,63. Очень реалистичные показатели. То есть, я думаю, что тут сомнений не может. Да, это полнозольное масло с десяточкой. Вопросов нет. Значит, кислотное и щелочное выяснили. Я даже их не трогаю, они не требуют корректировки. Очень-очень правдоподобные цифры. Сохраняю. Все, эталон готов. Можно приступать к проверке, отработке. Первый это будет у нас Nissan X-Trail 2019 года. Двухлитровый двигатель MR2DD 20DD. 144 сила. Это бензин атмосферный. С пробегом 54,5 тысячи. Пробег на масле 7 тысяч. Примерно это 315 моточасов. Ориентировочная средняя скорость 22 километра в час. Ну вот расход, когда эксплуатировалась зима в основном. Ну и топливо. Обратите внимание, Sino Oil это китайская государственная компания, 92. Так, смотрите, уровень противоизносных присадок сильно просел, 28 процентов. На две трети просел. Обратите внимание, гликоли 1,2 процента. Я не помню, чтоб видел такие значения большие, вот именно в отработанном образце. Накапливается нитрование 32,2 уже видите желтым фоном. Обратите внимание, какой высокий для бензинового мотора, подчеркиваю, уровень сажи. Ну, у дизелей принципиально там другие цифры. Здесь 0,09 это высокое. То есть, говорит о том, что плохо как-то сгорает топливо, остается много недогоревшего, что-то такое не то. Так, значит, видите, кислотное прилично нарастает и уже подсела щелочное. И также вода, почти 1100 ppm. Сначала я подумал, что это проблема с попаданием большого количества антифриза в масло, значит, гликоль и много воды. Это, как правило, чаще всего говорит об этом. Там может прокладка или там трещины в голове, но мотор свежий. Вот, единственное, если перегрел. И сейчас далее я раскрою вам свои опасения, скажем, размышления. Смотрите, что произошло с маслом. Масло очень сильно загустело, очень сильно. То есть, явно повышенная рабочая температура в двигателе. Я не, опять же, не помню, чтобы видел вот такое сильное загущение. Бывало, да, загущение, но здесь оно прям высокое-высокое. Далее, следующий образец. Это у нас ЖУК 2012 года, 1.6 H16DE мотор, 117 сил. Пробег 49400, тоже свежий мотор. Пробег на масле 4500. Это примерно 205 км.ч. Средняя скорость такая же, 22 км в час. Такое же топливо, аналогичное. То есть, можно так утрированно сказать, что заправляется на одной заправке. Ну и давайте посмотрим. Смотрите, картина аналогичная с поправкой на меньшие моточасы. Противоизноска сильно снашивается. Гликоль 1%, сажей 0,4. Но здесь меньше, но все равно сажа накапливается. Кислотная растет. Значит, нитрование тоже, в принципе, прилично подрастает. И, значит, 5 щелочное. Ну, в общем-то, здесь поменьше на 50% моточасов. Вот. И вода также 1,200 ппм. Практически тоже. То есть, картина аналогичная. И после того, как я вот увидел второй вот этот результат, я понял, что это дело не в попадании антифриза. Такую картину с большим количеством воды и высоким таким гликолем в районе, там плюс-минус процент. Да, даже плюс процент. Я видел, когда добавлял в отработанное масло смесь метила и воды, которую используют тюнеры. Денис из Курска присылал. Он в турбированной Акуре на максимальном бусте впрыскивает метил с водой, чтобы победить детонацию. И вот такая же была картина. Много воды и резко подросший уровень гликоля. Да, здесь картина другая. Здесь видим наоборот сильное достаточно разжижение. Здесь более характерно для вот небольшой средней скорости и такого режима. То есть, вроде как и одинаковое все, но не совсем. Здесь уже конструктив мотора, мне кажется, влияет. Да, не забудьте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Сейчас я покажу вам оценку ресурса и потом вернемся к обсуждению проблем. Так, значит, слева у нас X-Trail, справа Жук. Смотрите, в общем-то, неплохо достаточно на этом топливе мотор отработал. Мощь и нейтрализующие свойства 320 моточасов. Достаточно хорошо, я считаю. Значит, по нитрованию 346 тоже нормально. Ну вот, значит, по вязкости 426 хуже всего, что так сильно загущается. Но я думаю, что здесь, конечно, оптимально было бы сменить заправку. Ну и, может быть, не более 300 часов эксплуатировать. Далее, на Пожуку, смотрите, здесь моющих нейтрализующие срабатываются быстрее. Но это, скорее всего, попадание бензина влияет на 270 часов. Нитрование 380. Ну и, видели, с загущением. Значит, здесь, скорее всего, имеем проблему гликоль. Скорее всего, бензин, значит, недорогой. Процентов на 30 дешевле, чем в России. Я думаю, что он достаточно невысокого качества, если так можно выразиться. Возможно, туда добавляют что-то из спиртов, чтобы побеждать детонацию. Насчет воды, не знаю, добавляют ли ее или как она туда попадает. Загадка для меня, честно говоря. По идее, должна была выпариваться. Ну, видим, что видим. Высокая сажа, то есть, что-то плохо прогорает. Смесь как-то не очень сгорает. Остается много вот этой шелухи, если так можно выразиться. Ну, здесь проблема бензина. По X-Trail, я считаю, что надо, конечно. Да и по Жуку, скорее всего, лучше сменить заправки. Попробовать на другом топливе эксплуатироваться. А по загущению у X-Trail, как выяснилось, значит, на этом моторе стоят два термостата, которые призваны в том числе увеличить температуру в камере сгорания для более полного сгорания. То есть, по экологическим, я так понимаю, соображениям. И в сочетании с некачественным бензином это дает вот такой результат. То есть, и так температура достаточно высокая в камере сгорания, плюс еще не очень качественный бензин. И вот такое сильное загущение у Жука с мотором ситуация другая, поэтому здесь и картина более такая привычная. Ну, вот такие результаты интересные, необычные, честно говоря, неожиданные для меня. То есть, сами видите, влияет не только топливо, но и сочетание топлива с конструкцией двигателя. Вот такие получились тесты. Благодарю подписчика за предоставленные образцы, поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Пишите комментарии. Всем мира! Увидимся в следующих видео. Пока!